Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims. Выпуск номер 119. И сегодня в выпуске. А перед просмотром данного выпуска новостей рекомендую подписаться на канал Малумили. На этом канале вы найдете создание персонажей, популярных личностей, а также интересные постройки, например, дом Франклина из GTA 5. Так что переходите по ссылке в описании и передавайте привет от Хабагивили. Свежая информация о пятой части игры The Sims, а также бесплатное обновление для Sims 4 и многое другое. С каждым месяцем слухов о пятой части игры The Sims все больше и больше. И на данный момент в интернете появилась информация о том, что в игре будут определенные режимы. Такие как повествовательные и соревновательные. И что же это за режимы? Давайте поподробнее. И начнем мы с соревновательного режима. На официальном сайте Electronic Arts вакансии появилось три новых вакансии, которые разработчики ищут для разработки следующей части игры The Sims. Резюме гласит. В компанию Maxis требуется специалист, инженер-программист для работы над облачным веб-сервисом, который поможет нам воплотить в жизнь новые захватывающие функции. Вы будете работать с опытной командой, которая коллективно создавала игры для Maxis более двух десятилетий. Вы будете работать с несколькими дизайнерами, производителями и инженерами-заказчиками, создавая прототипы и поставляя функции, расширяющие возможность игрового процесса The Sims. Также в этой вакансии упоминается, что человек, который будет работать по этой вакансии, должен будет предотвращать мошенничество. А именно, скорее всего, какие-нибудь взломы и так далее. И скорее всего, здесь идет как раз-таки речь про онлайн-версию игры The Sims 5. Разработка гибких, отказоустойчивых, масштабируемых и глобально доступных веб-сервисов, поддерживаемых миллионами игроков. Творчески сочетать передовые методы безопасности и оригинальные методы, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных и предотвратить мошенничество. Вот такие требования к данной вакансии, что касаемо соревновательного режима в The Sims 5. Ну а теперь поговорим о слухах о повествовательном режиме в пятой части игры The Sims. Была обнаружена новая вакансия старшего неративного дизайнера, относящаяся к продолжению серии игры The Sims. Как старший неративный дизайнер The Sims вы будете отчитываться перед креативным директором и работать с командой увлеченных мастеров из всех слоев общества. Вы будете использовать свою страсть и знания, чтобы вести развитие повествовательного опыта от начальных прототипов до окончательного дизайна в игре The Sims. Специалист должен уметь работать с партнерами по проектированию и дизайну и производству, а также использовать отзывы и аналитические данные, чтобы восхищать игроков во всем мире. Эта информация смутно подтверждает, что следующая часть игры The Sims будет иметь повествовательный опыт по типу историй из второй части игры The Sims. Будущий старший дизайнер повествование должен будет помочь развивать этот новый опыт от начальных прототипов до окончательного дизайна. Повествовательный режим похож чем-то на Sims 2 истории. Все мы с вами прекрасно помним истории о питомцах, житейские истории, истории Робинзонов. И вот там как раз таки была повествовательная история. Была рассказана история персонажей, скажем так, самой игрой. А мы просто шли по определенным линиям данного сюжета и изучали эту историю. И если такие линии исторические введут в пятую часть игры The Sims, это лишним нуж явно не будет. Тем более, что возможно у каждой семейки в городке появится своя личная история. И тогда, наконец-таки, наконец-таки, игра заживет новыми красками. И у нас, наверное, нас окунут, вернут обратно в те времена, когда из части в часть персонажи менялись. Персонажи то взрослели, то, наоборот, молодели, потому что нас окунали в прошлое. Да, это сравнимо с Sims 2 и Sims 3, когда Sims 3 это события, происходящие, по-моему, за 60 лет до второй части игры The Sims, где Белла Готт еще маленькая девочка. А во второй части она уже похищена инопланетянами. А в первой части она взрослая женщина с детьми и мужем. Вот как-то так. И если пятая часть игры будет насыщена такими историями, это будет очень круто. А что касаемо соревновательного режима, тут нужно смотреть, что это за штука-дрюка такая, потому что непонятно абсолютно ничего. 10 марта разработчики выпустили список ошибок, над которыми на данный момент они работают. Так что давайте поподробнее. И, возможно, в этом списке вы увидите тот самый баг, который вас так сильно весит. На официальном сайте Electronic Arts разработчики поделились списком неотложных дел, с которым столкнулось сообщество. В настоящий момент данные ошибки изучаются, и очень надеемся, что будут исправлены в следующем обновлении. Также разработчики уточнили, что для исправления отдельных ошибок требуется много времени и сил. И лишь то, что команда изучает ошибки в данный момент, еще не гарантирует, что они успеют исправить их к следующему обновлению. Также не забывайте, что это лишь список основных ошибок. Разработчики работают над другими ошибками, которые не попали в данный список. Дополнение «Экологичная жизнь». Не удается собрать сверчков или жуков на ферме. Дополнение «Путь к славе». Знаменитость испытывает отвращение по отношению ко всем персонажам. Дополнение «Времена года». Персонажи вытирают лужи на улице во время проливных дождей. Игровой набор «Родители». Если отнять у подростка телефон в качестве наказания, он начинает делать все украдкой. А вы вообще знали, что можно отобрать у подростка телефон? В первый раз слышу об этой функции. Просто жесть. Дополнение «Кошки и собаки». Питомцы не становятся старше, даже после получения лакомства на домашнем участке. Дополнение «Экологичная жизнь». Не удается поспособствовать росту растений в вертикальном саду. Лично я самостоятельно столкнулся с этой ошибкой. На трансляции мы не могли вырастить, по-моему, мясо. В каталог «Нарядные нитки» персонажи не продолжают вязать. Дополнение на работу. Ребята, этому дополнению, на секундочку, уже 6 лет. Не удается выполнить задание, чтобы преобразовать траву в научном институте. Разумеется, эти ошибки не будут исправлены сиюжиминутно, потому что некоторые из них требуют, ну, чуть больше времени на проработку и на доработку. И стоит понимать, что есть очень большие шансы, что в скором времени данные ошибки будут исправлены. Ну и самое интересное напоследок, а именно бесплатное обновление, уже 23 марта. И в этом обновлении придут двухъярусные кровати. Давайте поподробнее. В своем официальном твиттер-аккаунте The Sims опубликовали скриншот двухъярусной кровати. И написали, что ждите информации уже 22 марта. 22 марта разработчики расскажут, с чего же нам стоит ждать от данного бесплатного обновления. А само обновление будет уже 23 марта. Так что следите за обновлениями и подписывайтесь на канал. Ну а я буду держать вас в курсе событий. Двухъярусные кровати не прошло и 6-ти прошло. Лет 6-ти уже давно. Вот, наконец-то двухъярусные кровати появятся в игре The Sims 4. И дело остается только за винтовыми лестницами. Ну и разумеется, за какими-то, например, музыкальными группами, фермой тоже самой, оборотнями, которых все так сильно ждут. Но что-то мне подсказывает, что их не будет в Sims 4. Но поживем-увидим. Но посмотрим. Как-то так. Поэтому, ребятушки, если вы не хотите упустить всю самую интересную и свежую информацию о The Sims 4, Обязательно подписывайтесь на канал, так как скоро я буду рассказывать вам все самые свежие новости. Немножко в другом формате, но выпуски новостей останутся, так что не переживайте. Вы просто начнете получать информацию более быстрее и более понятно, скажем. Ну а теперь наша постоянная рубрика новости одной строкой. Нежданно-негаданно, спустя практически 7 лет, в Ориджине объявили распродажу на третью часть игры The Sims. За все время существования четвертой части игры The Sims, третью часть в Ориджине ни разу не продавали со скидкой. А сейчас вы сможете сэкономить до 50%. Так что бегом в Ориджин, если вдруг у вас нет еще полной коллекции The Sims 3, сможете прикупить себе те дополнения, которых у вас еще нет. После официального выхода комплектов для The Sims 4, разработчики выпустили официальный опрос на своем форуме, ссылку на который вы найдете внизу в описании. В этом опросе разработчики интересуются, почему вы приобрели комплекты, какие комплекты вы приобрели и какие тематики будущих комплектов были бы вам интересны. Так что перейдя по ссылке в описании, вы можете принять участие в данном опросе. Возвращаясь к теме ошибок и багов в The Sims 4, Сим Груник поделился в твиттере информацией о других проблемах, о которых разработчики знают и работают прямо сейчас над их исправлениями. Такие ошибки как отличие от цвета значка ребенка, исчезание стен от сечения в зеркальном отражении, Симы не едят приготовленную еду в автоматическом режиме и готовят ее все больше и больше, Симы не едят остатки пищи в автоматическом режиме. Данные ошибки должны быть исправлены в ближайшем обновлении. Ну это были все самые свежие новости из мира The Sims за прошедшее время. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх, так же подписаться на канал, дабы не упустить все самые свежие и интересные новости из мира The Sims. Ну а с вами был Сергей, так на Луху Багивили, всех безумно люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok